Смотри, какая красота. Зеленый базилик. Впервые я такой вижу. Честно говоря, мы его почему посадили? Мы филе этого не сожжали. Он тут двух сортов, видишь, он разный. Вот здесь вот, с этой стороны. И тот вон в цвет пошел. Это другого? Мы уже обрывали его сколько раз уже. Нет, а в чем он разный? Ну, сорта разные. Это зеленый, он для песта. Это такая паста. Базилик, сыр, оливковое масло, кедровые орехи. Но это в идеале. Все это перемешивается. Чесночок добавляется еще туда. Соль, сахар и так далее. Весьма вкусная штука и дорогая. В Италии баночка такая по 4 евро стоит. Вот. Этот вот зеленый как раз для песта. Он по-другому пахнет. Этот же он скорее для чая. Вот я даже сейчас чай положу. Он с лимонным привкусом, да? Да это вообще. Ой, голый лимон. Но он видно еще и медонос, что ли? Вон тут какие-то насекомые. Ну, все медоносы. Смотри. Ну, интересно, очень семенная коробочка. Вот этот сивок я выкопал, а эти остались мелочью. А вот это вот зимний клуб. Я его состригу, сушилки высушу. Ну, я выберу хороший. И потом, говорят, нужно измельчить его в пыль. И посыпать еду. Очень вкусно. И витамины сохраняются. И не надо зеленого лука. С этого получится грамм, ну, 50, может быть, со всего. Это вот такая баночка. Поэтому я хочу побольше этого лука. Понятно. Стружка, она, я пробовал так, она как-то получается, что то ли ферментируется, то ли что-то и пахнет каким-то лошадиным навозом. Да это что? Я перестал эту... Ее вот заморозить нормально. А ферментировать, сушить нет. Тоже не очень. Ее повредишь, и она как-то перерабатывается, получается, не вот запашок неприятный, навозный.